Звуки строительных инструментов слышны издалека и напоминают местным жителям о возведении нового здания в южной части Черкеска. Примерно через год в нем будут учиться четыре сотни юных горожан. Сегодня в республике у нас успешно реализуется программа содействия созданию новых мест в общеобразовательных организациях, которая рассчитана у нас до 2025 года. В рамках этой программы у нас уже построена школа в Псаучедахе, вы знаете, на 264 места. Это новая, современная, комфортабельная школа, которая была построена в течение одного года. На сегодняшний день в рамках этой программы мы строим пристрой к 17-й гимназии города Черкеска на 400 мест. Пристройка делается в связи с тем, что мы, как говорится, с майскими указами президента хотим перейти на односменное обучение. Это повлияет положительно и на здоровье детей, если они будут до обеда заниматься в школе, после обеда всевозможные секции, кружки будут у нас. 17-е общеобразовательное учреждение Черкеска впервые открыло двери для своих будущих воспитанников в 1987 году. Но если основное здание и спустя 30 с лишним лет выглядит хорошо, то когда-то переоборудованный из детского сада корпус начальной школы давно нуждался скорее даже не в реконструкции, а в строительстве с нуля. Кровля в очень плохом состоянии была, мягкая кровля у нас протекала, в связи с этим появились потеки на потолках здания. Ну, помимо этого, помимо кровли в нашем здании была в плохом состоянии система отопления, система канализации, водопровод у нас все, как говорится, протекало. И вода текла, и струб заржавели. Потом, когда включали зимой отопление, система отопления наша не выдерживала. О том, что в этом здании когда-то учились дети, напоминает лишь висящий на двери плакат до нескольких парт. Сейчас здание пустынно, а потолок того и гляди упадет на голову. В этом здании последний звонок для учащихся начальной школы прозвенел в конце 2017 года. Радости родителей не было предела. Да, строение и сейчас выглядит еще хуже, чем 10 месяцев назад. Но и до того о комфорте здесь лишь мечтали. В итоге было принято решение арендовать помещение учебного заведения, расположенного по Лабадина-65. Туда временно переехали все классы начальной школы и теперь пробудут там, пока не завершится строительство нового корпуса. Нам требовалось новое здание, в котором мы могли полноценно, чтобы общались наши дети. И то наше здание начальной школы по космонавтов 7А, если отремонтируется, как планируют городские власти наши, если у нас будет еще один дополнительный корпус, скорее всего, в течение этих двух лет мы сможем перейти на односменную систему обучения. На сегодняшний день это самая многочисленная школа, в ней обучаются 1780 ребят, из них более 400 ребят обучаются как раз-таки во вторую смену. И благодаря пристрою, который начат у нас в 2018 году и продолжится в 2019 году, и в декабре 2019 года этот пристрой должен быть завершен, и школа распахнет новые двери, мы как раз ликвидируем двухсменный режим работы. Рядом с основным зданием полным ходом идут строительные работы, которые планируется завершить в конце следующего года. В послужном списке подрядной организации немало реализованных проектов. Результатом труда строителей уже вовсю пользуются тысячи детишек, в том числе воспитанники образовательного комплекса «Школа плюс детский сад» в Учкекене. К слову, еще один такой комбинированный объект должен появиться в республиканской столице уже в этом году. В северной части города полным ходом реализуется проект, который включает, помимо прочего, здание общеобразовательной школы, рассчитанное на 600 учеников, и детского сада, который смогут посещать около полутора сотен ребятишек этого микрорайона. Как нам сказали в региональном образовательном ведомстве, Карачао-Черкесия до 2025 года может полностью перейти на односменное обучение в школах, и очередные шаги в этом направлении делаются уже сейчас. Артур Мксен, Андрей Дорошенко, Михаил Каракелян. Итоги недели.